Я такой типичный офисный работник и каждый день по 8-9 часов нахожусь за компьютером. Поэтому, когда у меня уже начала побаливать спина, я начал задумываться над вопросом о том, как правильно сидеть за компьютером. Что известно в интернете, что вы можете прочитать, что у вас должны быть ноги примерно перпендикулярно полу, нужно подобрать высоту стола так, чтобы вам было удобно сидеть, чтобы ноги не висели и в то же время, чтобы у вас они не были согнуты под острым углом. Дальше, после этого, вы можете подобрать высоту монитора. Примерно, то есть не у всех, к сожалению, мониторов есть эта функция, поэтому вы можете воспользоваться, например, какими-нибудь книгами, либо пачкой бумаги и подобрать комфортную для вас высоту монитора. Например, чтобы вытянутые горизонтальные руки были где-то примерно в нижней трети монитора, а выше их рук было две трети монитора. Примерно так. Высота монитора таким образом располагается, что если вы сидите прямо, не согнувшись, то верхняя часть изображения на мониторе находится примерно на уровне ваших глаз, может быть чуточку выше, в зависимости от размера монитора. Дальше, самый важный вопрос, который слабо освещен в интернете, это угол наклона монитора. Я тоже экспериментировал с этим параметром. И здесь важно наиболее комфортное положение, когда у вас перпендикуляр к естественному положению вашей головы, такого немножко расслабленному. Перпендикуляр находится в той области, где вы смотрите на основной текст. Как правило, вы смотрите на текст не в центре экрана, а чуть выше центра экрана. Поэтому оптимальным для меня углом наклона монитора оказалось 11,5 градусов. Откуда такая там точность, скажете вы? На самом деле есть приложение в интернете, можно скачать, и вот там такая вот в виде угломера такого, и они все точно меряют. Естественно, их нужно немножко калибровать предварительно. Таким образом, где-то так 11-12 градусов. Опять же, ориентируйтесь на ваше ощущение, чтобы вам было комфортно. Не следуйте вот этим странным каким-то рекомендациям в интернете, там какие-то 30 градусов пишут, бредовые. При этом иллюстрируют это картинками, на которых, если замерить угол, то он равен 20 градусам. Вот, то есть здесь не надо располагать монитор так, чтобы он был как книжка, либо чтобы он был абсолютно перпендикулярный, вы так вот все время сидите. Так можно вертикально абсолютно голову держать, несколько дискомфортно, нужно ее немножечко расслабленно держать. Вот, значит, к сожалению, у большинства столов высота не регулируется, поэтому вам нужно будет регулировать все высотой стула. Дальше важно при сидении не горбиться, не вот так вот как-то жутко откидываться, а спокойно, естественно, вот слегка прижиматься к спинке стула. Дальше важный очень параметр, который часто пишут, это расстояние до монитора. К сожалению, маленькие столы, они не позволяют расположить безопасно монитор на расстоянии, потому что если его отставлять на расстоянии, на котором он должен быть по всем нормам, то монитор может просто упасть. Поэтому я рекомендую покупать столы шириной примерно 70 сантиметров, глубиной, да, 70 сантиметров, а не стандартные дешевые столы глубиной 60 сантиметров. Вот, потому что в таком случае вы можете комфортно поставить монитор только где-то у стены, вот, и вам придется немножко отодвигаться от стола, чтобы было комфортное изображение на мониторе. Не забывайте увеличивать размер шрифта на мониторах. Современные мониторы с большим разрешением, если на них ставить по умолчанию ту версию Windows, которая была придумана во времена, когда еще были мониторы с маленькими разрешениями, к сожалению, это некомфортное разрешение. Поэтому старайтесь ставить именно масштаб шрифта примерно где-то 140-150% в зависимости от разрешения вашего монитора. Резюмируя, значит, таким образом вышесказанное, пожалуйста, уделите внимание вашему комфорту, отрегулируйте высоту стула, затем расстояние до монитора. То есть он примерно должен быть от вас, чтобы у вас монитор пересекался вот где-то в середине пальца, плоскость монитора у вас находилась на расстоянии вытянутой руки, когда вы спокойно сидите. И, наконец, отрегулируйте высоту и угол наклона монитора. И у вас будет комфортная работа. Большое спасибо за внимание. Маленький лайфхак, лайфхак, не забывайте вот здесь у клавиатуры поднимать штучки, чтобы регулировать угол ее наклона. Спасибо за внимание.